В Доме православной молодежи во Владимире открылась выставка платков предприятия народных художественных промыслов «Шелковая коллекция». Также состоялась презентация документального фильма «К тысячелетию Суздаля. Гимн вечному городу». Удивительные работы кольчугинских мастеров росписи по шелку посвящены тысячелетию Суздаля. На открытии выставки присутствовали митрополит Тихон, заместитель министра культуры Владимирской области Олег Гуреев, руководитель отдела по культуре Владимирской епархии Наталья Демушкина, директор паломнического епархиального центра священник Александр Лисин, студенты Владимирской и Святвеофановской духовной семинарии, а также деятели культуры и искусства. Производство изделий из натурального шелка с ручной росписью «Батик» – одна из визитных карточек народных промыслов нашей области. «Наша задача – поддерживать эти народные промыслы. Они возникали не просто так. Это, во-первых, проявление нашей духовной культуры, а во-вторых, это давало возможность народу выживать в любых обстоятельствах. Мы знаем, что здесь были карабейники во Владимирской области, которые летом занимались сельским хозяйством, зимой занимались различными видами промыслов. Здесь и наш знаменитый гусь Хрустальный, и Кольчугин, и Мстер, и все, и конописцы, и работники по металлу, и по дереву. И все это карабейники разносили по всей Руси, и все приобщались к вот этому народному творчеству, которое и быт делало духовным, православным, и украшало, самое главное, быт наших простых крестьян. 80% было этих крестьян. И поэтому важно, заботясь о духовно-нравственном воспитании молодого поколения, передать им вот эти навыки русского православного искусства. Для гостей экскурсию по выставке провела создатель и руководитель шелковой коллекции Оксана Шевцова, которая в своем приветственном слове отметила, что все творчество их мастерской пронизано православием и трепетным отношением к доброй русской культуре, а также огромным уважением и любовью к нашим святыням и к тому месту, где мы живем. Через это тоньше чувствуется и понимается наша красота и культура, наша православная вера и наши традиции, потому что даже просто жизнь, чаепитие, закат, рассвет – это тоже жизнь, это тоже божественная любовь и наше отношение к миру и к жизни. В этот же день в Доме православной молодежи состоялась премьера документального фильма «Гимна вечному городу». Этот уникальный проект, посвященный богатой истории и духовному наследию древнего города Суздаль. Он был создан по благословению митрополита Тихона при финансовой поддержке Владимирской епархии и ее паломнического центра. Фильм, воплощенный в жизнь талантливым режиссером Екатериной Цветковой, представляет собой познавательное путешествие в прошлое и настоящее великого города, раскрывая зрителям величие и святую красоту Суздаля. Эти удивительные люди, академик архитектуры Игорь Александрович Столетов, заслуженные архитекторы России Кира Сергеевна Дик-Лимонова, они, будучи советскими людьми, при этом очень тонко и глубоко чувствовали ту сакральную, таинственную атмосферу, то, что мы называем намоленностью. Жители Суздаля, коренные жители Суздаля, те, кто там живут, очень долго помнят и знают какие-то чудесные ситуации, связанные с раскопками, когда археологи в советское время копали в одном месте и обретали святые мощи, неизвестных людей, епископов, монахов в разных местах. Спасибо.